Правда на нашей стороне, у нас суд тоже правильный, понимаешь, если ребенка оставляет с отцом, значит... Она не оставила, ее выгнали. После первой ошибки выставить из дома и отобрать ребенка. Это вы подло поступили, нет вы! Вы не правы, вы не правы. Потому что вы были взрослым дядь, а у вас был маленький ребенок. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Алла, Юлия и Лана, а жених у нас Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Проходите. Александр. 34 года. Его супруга стеснялась признаться любовнику в том, что она замужем, поэтому была вынуждена обманывать обоих мужчин. Александр – генеральный директор в компьютерной фирме. Мечтает воплотить в жизни свой список желаний. Предупреждает, что его избранница должна ознакомиться со специализированной литературой, прежде чем приступит к воспитанию его ребенка. Признается, что соответствует отрицательной характеристике своего знака зодиака. Александр не свяжет свою жизнь с матерью-одиночкой, обиженной на мужчин. Женится на молодой, стройной интеллектуалке из полной семьи, которая не пользуется косметикой и не страдает интернет-зависимостью. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, обычно барышни стесняются признаться своему мужу, что у них есть любовник, а у вас все с точностью наоборот. То есть ваша жена боялась признаться своему любовнику, что она замужем? Не, ну он такой хороший, сразу видно, добрый человек. Она была молодая? Ну тогда, да, 18 лет еще было. Не было ей 18? 17 ей было. Ну это мы переписывались, ей было 17, а уже когда встретились, 18 стало. Мне получается 29. Меня только единственное смущает, что он без сватов, как-то это, по-моему, немного странно. Почему, когда она забеременела, она порывалась сделать аборт? Я так понимаю, что у нее были тяжелые семейные отношения, то есть, ну как бы дома, то есть, ну с родителями. Причем здесь рождение ребенка и ее семье? У нее в семье был, ну как бы, и был и есть шестимесячный брат, ну за которым его заставляли как бы следить, ну готовить все по дому, убираться, то есть нагружали домашние работы. А она уже к вам перешла, она уже была вашей женщиной? Ну мы еще когда не были расписаны, то есть нельзя было какие-то выставлять свои гривы. И ухожу от вас, теперь сами своих детей воспитываю. Ну в итоге так и было, то есть она ушла жить ко мне и стала жить ко мне. Вы ее уговорили рожать, рождение ребенка, рождение дочери, ее как-то... Я бы сказал, что ее очень испугало даже, ну как бы, ну тот факт, когда она узнала, что она беременна, то есть она как бы не планировала, не ожидала. То есть я был очень рад. Потому что дети не должны рожать детей. А что у него за папка с собой? Не знаю. Дело. Семейные фотографии. Вы с ней расписались в результате? Да, в результате мы расписались где-то через месяц, через полтора после рождения. Вы смотрите, и расписались, и дочка родилась. А рождение дочери на ваше отношение повлияло? Как-то отношения стали? Я бы сказал, что повлияло не рождение дочери, а вообще сама свадьба. То есть до свадьбы я встречался с одним человеком, а как будто в ЗАГСе подминили человека на другого. То есть что? Сервозность, истеричность, критичность. Вы помогали ей ухаживать за ребенком? Постоянно. То есть как бы... Когда с работы приходило вечернее время, то есть первые полгода я наблюдал за развитием ребенка, как она относится, то что ходит, гуляет с ребенком, там, ну, получается... Ну, ребенок без должного ухода, и я принял решение уйти на работе в декретный отпуск. Нет, послушайте, а родители ее помогали или ваши родители? Рассказывали как? Ну, помогали, подсказывали. Послушайте, я когда родила ребенка, я была очень зрелой женщина, мне было 30 лет. И мне сказали, нужно обрабатывать ребенка пупок зеленкой или йодом. Я Георгия раскрыла так в пеленке, думаю, обрабатывать вот он йод, а вот зеленка. Я взяла так зеленку и ему вот так в пупок вылила. 30 лет мне, потому что меня никто не научил, ни медсестра, мамы рядом не было. Я думала, наверное, так надо обрабатывать. Я вообще ничего не знала. Я пошла его мыть в раковину, он у меня упал в ванную, выскользнул. Потому что я была неумеха, нас кто-то должен этому учить. Или ваши родители, или ее родители должны помочь. Она сказала, что она заботилась за своим 6-летним братом еще с самого рождения. Сказала, что у нее достаточно опыта воспитания ребенка. Сказала Мазала, когда у нее родился 6-летний братик, ей было 11 лет. Мне кажется, очень тяжелый человек. А потом вдруг объявился у нее любовник. Ну, как бы не потом вдруг. То есть из Сургута мы переехали в Кисловодск жить на постоянное место жительства. И там у нее случился роман? Получается, да, мы переехали в сентябре, но узнала я об этом только в декабре. Как вы узнали, что у нее любовник? 31 декабря прошлого года, получается, в 10 часов утра она сказала, что берет дочку и идет на детский утренник к подруге. Ну, и вернется часам к 2-4 дня. И получается, уже вечер, я звоню на телефон, трубка не берется. И получается, в 8-10 часов следующего дня ее, получается, привозят. Но я не видел, уже просто домой она возвращается. С ребенком без ребенка? Да, возвращается домой. Ну, на все вопросы, где что была, ничего не отвечает. А ребенок грудной, так я понимаю? Ребенок, ну, чуть больше годовала. Это же вот на этот Новый год было. То есть чуть больше годика. Ну, получается, тут же все подозрения полностью у меня усиливаются. Да, она же потом пришла в гости со своим любовником. Все правильно. А вы знали, что он любовник? 10 января она, как бы уже на вождение ее отдали, она на курсы вождения ходила. Сказала, что друг, ну, заберет ее и отвезет на вождение. Заодно с ним познакомишься. То есть ты же говорил, чтобы там друзья общие были. Ну, говорю, как бы не вопрос, хорошо. То есть в этот же день начинается там дома глобальная уборка, то, чего не было полгода. То есть готовится там вкусная еда. То есть, как бы, я думаю, что он начинает исправляться, все идет на улучшение. И, получается, ну, приходит этот парень, ну, как бы поговорить мне, вроде как с ним, ну, общих интересов нет. То есть мы сидим, кушаем там вот картошку с мясом. То есть, получается, как посидели, помолчали. Ну, вот я вот эту тему за Новый год затронул. Ну, как бы, ну, он говорит, что у тебя такое положение? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Здравствуйте, Александр. Мне очень приятно с вами познакомиться. Здравствуйте. Спасибо. Пойдем. Алла. 25 лет. Руководитель отдела в компании по оформлению виз. Гордится разрядом кандидатов в мастера спорта по волейболу. Признается, что спит в носках независимо от времени года. Предупреждает, что каждую пятницу ужинает с родителями. Алла преодолела множество препятствий на пути к своему счастью. Но когда до счастливого финала оставался один шаг, узнала, что ее возлюбленный женился на другой. Надеется, что Александр будет ей предан. Здравствуйте, Алла. Я приехала с солнечной Адгеи, со столицы города Майкопа. Да, я вам принесла дары Адгеи. Это два сорта Адгейского сыра и мед. Папа ездил в аул и вам лично просил передать. А я у вас часто бываю в ваших проекте. Приезжайте в гости. Что бы гостилось, в словах я? Да, там ресторанские. Алла, вам 25 лет, дорогая. Вчера исполнилось. Поздравляю. Спасибо. Вот смотрите, вас не пугает перспектива стать молодой мамой большой девочки? Нет, почему? Я хочу выйти замуж, я хочу попробовать узнать. Смотрите, мы сейчас говорим совершенно о конкретной ситуации. Перед вами Александр, 34 года. У него дочка. Два года или нет, еще двух? Два и два. Два и два. Я люблю детей, а дети любят меня. В принципе, я бы хотела бы... Не пугает? Не пугает, не пугает. А когда своего тогда? Потому что нам нужно, чтобы, ну, хотя бы, ну, я не знаю, лет до пяти, до шести, да? А потом со второго-то? Я бы сказал, что дети больше зависят от возможностей финансовых. То есть они не должны нуждаться. А тогда когда мы своего общего-то будем? Ну, по финансу. Вы же лучше знаешь, своя финансовая. Ну, сначала найти общий язык между собой, а потом... Да найдешь ты общий язык. Сколько нужно дочке-то тоже надо? Чего сразу? Малому там тоже сколько надо? А вы знаете, а у меня есть знакомые, в семье которых только один ребенок. Потому что он взял женщину с детем, ребенок рос тяжело, она все время говорила, подожди, ты видишь, какая у нее нервная система, подожди, подожди, потом, потом. В результате он вырастил не своего ребенка, а своего, в общем, так и не завели, потому что было не до него. Такое тоже может случиться, я вас просто предупреждаю. Нет, я к такому не готова. Я сама из большой семьи. А как ваши родители отнесутся? Они скажут, Алка, ты чего, вдовица какая-то, кривая, косая. Вот когда я Челябинского не хотела, значит, я плохая была, а сейчас уговариваешь ее. Скажи, пожалуйста, но ведь ты же своим детям не желаешь, хотя твоему сыну 25 лет, ты же не желаешь ему, женщину с ребенком, ты мало того, ты всячески против того, чтобы он с ней поддерживал отношения. А почему, в чем дело? Что в Алле не так? 25 лет. Она-то взрослая, а этого еще на ней пахать можно, 25 лет. Если он выберет ее, а она за ним выйдет, собственно, то ему очень сильно повезет вообще, потому что девушка просто отличная. А мне кажется, ему очень сложно будет. Нет, ему повезет. По характеру. Сложно будет ей. Мне кажется, сложно будет ей, а ему просто очень повезет. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Скажите, пожалуйста, вот как могут развиваться дальнейшие события, если у вас все сложится? Может вернуться повзрослевшая, полневшая мама девочки? Как вам кажется, не приступно ли лишать Алису родной крови, родной матери? Я считаю, что у нас не получится. Почему? Почему? Объясните. Ну, потому что отрывать ребенка от матери, я считаю, что... Не алкоголичка, не наркоманка, не социопатка. Молодая. Ее нужно было направлять. Мои родители живут вместе 30 лет. Они три раза женились, да. И мой отец, вот ему сейчас уже около 60 лет, я когда ему говорю, пап, какое твое самое большое достижение в жизни? Он с гордостью говорит, твоя мать. Хотя у них тоже большая разница. То есть, понимаете, для меня брак – это преодоление каких-то препятствий совместных. Так вот, девочки, преодолевай, во, какие препятствия, с ума сойдешь от таких препятствий. Ну, мне вообще папа говорил, да, что если мужчина с ребенком, то это неплохо. Потому что мужчина с ребенком, он же более ответственный. Семейные трудности надо преодолевать сообща, а не с одной стороны. Так вот, я и говорю, что я в одностороннем порядке пытался найти диалог с человеком. Да, проси, вы все время свое… Решил сбежать. Ладно, слушайте, если бы кто-то вскрыл мою переписку с моими подругами или друзьями, это не просто повод для развода, это повод меня убить, понимаешь? Лариса, спасибо. Но не лезь туда, это для тебя печаталось, писалось, это не твоя жизнь. Если женщина его, молодая, изменяла и нашла себе кого-то, то нужно ее тоже выслушать. Вероятно, у нее тоже были какие-то свои предпосылки и своя какая-то мотивация. А давайте по чесноку, Лариса, а ты можешь себе на секунду представить, что, допустим, либо сына, либо дочку, вот ты бы на минуту бы их оставила? Вот я такого представить не могу. Оставляла. Бела себя ужасно. И руки распускала, и орала. И если бы настричь вот эти эпизоды, мне такие можно статьи припаять. Мы живые люди, ребят, с нами случается. Мы что, все такие? Я никогда не била своего ребенка. И никогда не повышала гос. Да покажите мне таких людей. А ему что делать? Ему дитя поднимать надо. Ничего. А я считаю, мы сегодня эту программу доработали. Но я хотела бы, чтобы ваша бывшая жена увидела эту программу и приехала к нам. И если благодаря мне выяснится что-то, и это дитя не будет обездоленное расти в комплексе, что ее где-то мама родная живет несчастной, я буду считать, что я не просто так получаю шоколадку. Она нам не нужна скандалить. Не все мамы одинаково полезны. А вам судить? Вы мать? Судить ребенку, судить окружающим. Почему вы за ней решаете? То есть ему хорошо или плохо. У нее внешность очень интересная. Она эффектная девушка. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция или тайна. Что вы выбираете? Я выбираю семейную традицию. Есть? Да, конечно. Мои родители, они с детства всегда нам, у меня две существа есть, они нам всегда подарки прятали в различных уголках дома. И мы должны были их найти благодаря их подсказкам. По мере нашего взросления они нам придумывали карты, квесты определенные, и мы искали подарки по городу. То есть по Майкопу он, в принципе, небольшой, и мы находили. Ну вот, допустим, последний, свой подарок я нашла, это кольцо у бабушки в курятнике, вот в этой шкатулке. Какая замечательная традиция. Спасибо. А вы приготовили еще сюрприз? Да, у меня есть сюрприз, но мне для него необходимо переодеться. Пожалуйста, мы вас подождем. Спасибо. Девчонки, а вы замужем? Да, я замужем. А вы? Ну вот, а вы в случае с Аллой отговаривали бы или сказали, да не слушай ты эту Гузееву, господи боже мой. Ну я бы, ну, я наоборот ее отговариваю, что мне не нравится, не то, что не нравится. То есть у Аллы есть всегда свое мнение, она очень состоявшаяся в целом. А вам чем нам Сашка-то не нравится, а? Александр, а вы предпринимали какие-то меры, чтобы преодолеть данную ситуацию, дать второй шанс вашему браку? Представляешь целую капку, папку нарыть, переписки и все это. А какие меры должны быть, с вашей точки зрения? В ответе, все-таки можно. С другой стороны, просто после первой ошибки выставить из дома и отобрать ребенка, я тоже не могу это понять. А кто отбирал? Если бы отбирали, она бы забрала бы, украла бы, была бы другая история. Да куда она бедная пойдет? Не нужна была. Давайте на сюрприз посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, кавказские танцы, конечно, это ваше. Это то, что у вас получилось лучше всего. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Александр, то, что касается 25-летних и бездетных. Вот ей что интересно. Ну, как бы я вообще не понимаю, зачем тогда было идти на программу, если знать уже заранее эти условия. Она поддалась моему настроению. Ну, скорее всего, да. Она поддалась моей позиции. Вот я, например, так считаю, и она вот думала, ну, правильно, вот надо нам так считать. Ну, я с вами не согласен. Вы просто, ну, всю историю полностью не знаете. А вы откройте мне глаза из того, вот послушайте, я ведь ничего не придумывала, ничего не переначала. Все только с ваших слов. Я считаю, что даже преступнику дают, понимаете, шанс для того, чтобы он исправился. А тут не преступница. Тут молодая женщина, и вот сидит ее дитя. А может, она сейчас смотрит телевизор, понимаете, и рыдает, а сделать ничего не может. Мозгов нет, работы нет, жить негде. А вы, взрослый мужчина, будучи женатым на ней, у вас родился ребенок. Вы пошли с ней и развелись из-за того, чтобы она получила какую-то там социальную квартиру. Вы не бедствовали. Какое такое ее решение? Да ни одна женщина не пойдет на это. Мало ли что она вам могла сказать. Да что вы мне сейчас бумаги будете показывать? Мало ли что она могла сказать, а вот мне сказали, с ума не смогли. С просьбой о разводе. Ее никто не заставлял. Она сказала, что ты... Все против вас сейчас. Почему? А что вы? Ты согласишься? Я сказал, ну, из каких нужд? Объяснила, что вот так, и так, и так. Я говорю, как говорится, все для тебя любимое. Ее рукой, глупые, 18-летние дурочки. Все ее рукой. Дур не дура, а квартиру поимела. Кто сейчас в этой квартире? В этой квартире сейчас кто же? Их будут сносить только в следующем году. То есть она еще ничего не получила? Нет, они так и живут в ветхом жиле. То есть весь этот брак, то есть весь этот фиктивный развод, в общем, ничего не принес? Они ожидали, что будет раньше. Да это вы ожидали. Я ожидал, мне не надо. Это вы подло поступили, нет вы. Вы не правы. Потому что вы были взрослым зядец, а у вас был маленький ребенок. Неправда. И вы эту дурочку 18-летнюю, она писала своей рукой. Конечно, она будет писать. В результате Николай Недвора, как и не было, разведенный еще и без ребенка. Хорошо, я с вами просто не согласен. Я имею право на свое мнение и все. А вы с этой папочкой будете ходить? Куда надо, я схожу. Сделал ли он что-то, чтобы восстановить семью, он проигнорировал этот вопрос. А, да? То есть он просто отсудил ребенка. Просто она ему надоело. Ваше мнение о невесте. А что говорить? Знаешь, как говорится, это не хотите и не надо. Мало ли, она под твое мнение подстраивается. Нам такая не нужна. Нам нужна, которая наше мнение слушает, правда, Саш? Ну и свое мнение имеет. Ну, похоже на наше. Тамара. Какой вариант? Конечно, если бы не было вот какой-то, так сказать, негативной ситуации, я думаю, вы бы легко нашли вообще язык, совместимость есть у вас. И больше того, этот человек повысил бы ваш статус. Понимаете? Как и вы ее. Но, ну вот требовательность девы у того и у другого, она, конечно, не дает. Вот видите контакты. Проходите и знакомьтесь с невестой. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Юлия. Я пришла сюда специально для того, чтобы познакомиться с вами сегодня. Здравствуйте. Очень приятно. Юлия, 24 года. Бизнес-аналитик в крупной компании. Мечтает стать матерью и реализоваться в карьере. Гордится тем, что никогда не оскорбляла мужчин. Признается, что раздражительно по утрам. Предупреждает, что не готова жить на одной территории с избранником Добрага. Юля смирилась с пагубной привычкой избранника и приняла от него предложение руки и сердца. Но стать счастливой так и не смогла. Надеется, что с Александром они предназначены друг для друга. Здравствуйте. Красавица. Можно получить там небольшие сувенирчики? Лариса. Спасибо большое. Роза и Дэш, к сожалению, спит, но я просто оставлю это здесь. Отставляй. Ларис, пригласи кого-нибудь. Руки оттянула уже. Редакторы, придите кто-нибудь, заберите ребенка, пожалуйста. А то у меня же руки болят. А она у тебя час на руках-то? Когда захочет. А вообще спит хорошо ночью? Спокойно или просыпается чисто? Нет, вообще хорошо уже спит. То есть, когда разлука с матерью была, то у нее тогда были, так сказать, нервные моменты, когда плохо спала. Вот видите, значит, она как к маме привязана. Ну, это не все подробности истории, из-за чего это было. Тогда откройте мне глаза, потому что я абсолютно агрессивно против вас настроена. Вы же это чувствуете. Ну, конечно, поэтому вы меня разубедите, что было в ней такого ужасного, что стоило разлучать. Вот и все. Просто мне тогда откройте глаза. Скажи, что с ребенком делала? Или не делала наоборот? Ну, во-первых, она, как вы говорите, и пила, и курила. Ну, не постоянно, а началось это, так сказать, в совместном проживании. До того, как... Но были какие-нибудь опасные ситуации? Опасные ситуации. Ну, применяла насилие к ребенку, даже против моей воли. Не кормила грудью ребенка с самого рождения, хотя я настаивала, чтобы она кормила молоком. Проще было перевести ребенка на молочную смесь, на соки. Из-за этого у ребенка пропали передние зубы верхние все, то, что его кормили только соками. Я ничего не мог сделать. Я жаловался ее матери, чтобы она что-то сказала. Я жаловался врачам. А с мозгами дружить надо. Тогда не будет вот этих всех ситуаций. И девки жизнь сломали. И еще другому хотите то же самое. Но я считаю, что Лариса, да, правильно говорит. Как и вам, Александр? Внешне весьма симпатичный. Ну, безусловно, комплекс проблем, как бы, я увидела, да, для себя, которые для меня являются проблемами. В Кисловодск, поедете, с таким прекрасным климатом, в такой непрекрасной, не ухоженной. Нет, честно говоря, нет. Я просто... Дело в том, что я как раз из полной семьи. У меня очень жесткая сцепка с родителями, с моими бабушками и дедушками. Нет, подождите, я вас правильно поняла, что, хорошо, будет другой не Саша, на месте Саши, извините. Вы к мужу не поедете. Ну... Потому что рядом должны быть ваши родственники. Правильно я поняла вас? Наверное... Или если это будет мужчина из Италии, то в Италию вы поедете? Нет, из России бы я вообще не хотела уезжать. Я не стремлюсь к тому, чтобы я патриот. Юлька, я хочу понять, вам Саша, на мой, не нравится? Либо у вас какая-то есть своя принципиальная позиция? Нет, ну, я бы не стала уезжать из Москвы, да. Наверное, принципиальная позиция есть, безусловно. То есть вам нужен жених-москвич? Да. Ну, а что тогда? Вот, и как бы у меня заинтересованности нет никакой материальной... Мне дело не в этом. Мне очень приятно, что вы привязаны так к своим родственникам. Очень приятно. Да, у вас есть своя собственная позиция. И я не хотела бы отпускать свою дочь в другой город. Я не для этого колотилась столько лет лимита, чтобы зажить в Москве, зажить так, как я сегодня. И чтобы опять ребенок мой уезжал куда-то. Зачем? Все правильно. Послушайте, человеку должна дана глава не для того, чтобы в нее есть, понимаете? А чтобы еще как-то размышлять. Чтобы не заставлять близких своих страдать. Это что за нужда за такая? Ну да. Если это не какая-то бессумасшедшая любовь. Вот и все. Поэтому я стараюсь Александру донести, что сегодня никто не хочет страдать. Это раньше брали детей во время войны и тащили их, и жили в одной комнате. А сегодня по-другому все. Сейчас есть семьи, которые принимают дедомовских детей и по 9, и по 10, и по 15 человек. Есть. И живут, и любят их, и растят. А потом еще есть другая история, когда берут 9-10 детей, и за счет их детей, этих детей выживают. Я знаю еще и другую сторону. Все не так совершенно и прекрасно, как нам хочется предоставить. Я не против. Все в мире относительно. Но совершенно реальное сидит. Юлия перед нами, 24 лет. А возраст? 10 лет? Да возраст, наверное, нет. В принципе, мне интересно то, что человек у себя представляет. У меня как бы очень такое требование. Ну, для меня оно большое, чтобы человек был умный и авторитетный для меня. Потому что я сама, в принципе, сильная. Мы умные и авторитетные. Генеральный директор, да, в компьютерной фирме. Сам у себя. Ну и что? Дом вон какой построили. Много таких это. Генеральный директор сам основал фирму. Ее уже 10 лет. Она осталась в Сургуте. Я переехал в Кисловодск и планирую перенести в Кисловодск. Скажите, пожалуйста, если вы такой козырный, такой умный, и вы такой весь из себя директор, почему дали согласие этой девочке написать заявление о разводе, чтобы получить какую-то мифическую от государства квартиру? Вот если у нас все хорошо, мне в голову это не избредет пойти сегодня к Эрнсту и написать, что я мама-одиночка, дайте мне что-нибудь пожить. Перестаньте. Нет, есть одна вот такая вот правда, и все, которая на стороне ребенка. Нет, ей нужен заботливый мужчина, который готов ее защищать, оберегать, на не то, что здесь. А у вас осталось два бонуса – «Свидание на дине» и «Скелет в шкафу». Выбор «Свидание на дине». Проходите. Ну что? Хотел бы поговорить, это мнение ведущей так влияет на решение девушек, то, что она так категорично относится ко мне? Нет, ну если честно, на меня очень сильно повлияло то, что вот эта папочка. То есть, ну, во-первых, начнем с того, что ты пришел, и ты, в принципе, не сказал требования к характеру девушки. Ну, только она молодая, там, полная семья, без детей. А вот какие черты характера? То есть, ощущение сложилось, как будто ты пришел отомстить. Он накосячил в своей жизни, и он даже этого не хочет слышать. Ну, понятно, ему роза сейчас льет елей в уши, но это же так. А что лелей-то? Он даже не хочет услышать, он даже никакого анализа. Я так понимаю, что он занудил эту девчонку, потому что все говорит сегодня против него. И вот эта вот папка каких-то собирал бы. Это так низко. Разве это на мужчину похоже? Собирать, где она пишет. Я люблю тебя, милый, я тебе целую. Какое его дело от хороших мужчин не гуляет? Это и женщине, за того, что она ему изменила. Еще щелкнула по носу, представив его братом. Это чисто такая тупая мужская месть. Все. А мы здесь хотим это все обрамить какую-то. Будь она трижды прекрасна, но дура молодая. Пришла и сказала, скажи, что он мой брат. Проходите. А где... Вышла девушка, поправляя красное платье. Улыбаясь. Что это вы там делали? А что, говорил? Мы говорили по душам. Ну, говорил, нет? Нет. Нет. А сюрприз покажете? Да, с удовольствием. Когда зимой холодною в крещенские морозы, Щепечут песни соловьи и распускаются мимозы, Когда взлетаешь к небесам, и там паришь, пугая звезды. Я так и не поняла ее. Она ему понравилась? Знай, это любовь, с ней рядом Амур, крыльями машет. Знай, это любовь, сердце не прячь, Амур не промажет. М-м-м. Спасибо. Молодая, прекрасная, беззаботная жизнь. Имейте право. Берите своих красоток, подружек, походите в комнату. Что вам дало общение наедине? В принципе, девушка склонилась к тому, что если была бы чистая настоящая любовь, То где, где жить, это не вопрос. А чистая-то какая? Это в смысле, как узнаете, что она чистая? Ну, это когда ей скажут, что бросай свою квартиру в Москве, И поехали со мной, скажут, что это я согласна. Он думает, что я корыстна. Что мне просто кисловодск не нравится, но на самом деле я готова. Тебе понравилась девушка? Мне, Юль, понравилась. Но, знаешь, как говорится, у нас должна быть своя позиция. Вот у нас есть требования. Кто не подходит, извините. Следующий, как говорится. Поэтому так, что это... Я всегда говорю, искать партнера на позиции выбора. Но это не всегда говорит о том, что кто-то подойдет в этом выборе. Да сильно мил не будешь. О! Ну, у вас есть еще одна невеста. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, меня зовут Лана. Мне приятно было бы познакомиться с вами и узнать поближе. Ну, точно. Придем побеседуем. Лана. 25 лет. Помощник руководителя в компании. Гордится своими корнями. Мечтает начать пользоваться услугами домработницы. Предупреждает, что возлюбленный должен хорошо относиться к ее кошке. Лана бросила столичного жениха ради молодого человека из Анапы. Но слишком поздно поняла, что совершила ошибку. Надеется, что Александр окажется мужчиной ее мечты. Лана, обычно провинциальных парней бросают ради столичных мажоров. А вы, значит, не такая. Я не могу сказать, что я не такая. У меня так сложилась ситуация, что, правда, я решила за парнем вернуться. У меня были здесь серьезные отношения, не закончились, появился молодой человек. А вы москвичка? Нет, я из Анапы родом. А, так вы из Анапы, которые приехали в Москву? Да, я в 17 лет уехала. А в Анапе остался любимый? Да. Представляешь, у меня путешествие будет из Анапы в Москву, а из Москвы в Кисловодск. Прямой наводкой просто. А когда между... кем и кем вы уехали в Анапу снова к своему бывшему? Я уехала в Анапу, это мне было уже 22 года, это 3 года назад было. И от скуки снова созвонились с бывшим? Да. Я вернулась когда в Анапу. Я не знала, что так сложится. У меня умерла мама. Вот я приезжаю, и через две недели умирает мама. Я вам соболезную. В этот день же он мне бросает. Он говорит, мне ничего не нужно. Он не объясняет мне ничего, хотя я из-за него вернулась. То есть я думала, что что-то будет. Но ничего не получилось. Через 2-3 месяца я уехала обратно в Москву. А про жената вы расскажите? Тогда, честно, у меня депрессия очень была сильная. У меня появился знакомый, с которым мы как-то пообщались в компаниях. А вот жената, который оказался... Да, вот это он как раз. А как узнали, что он женат? Я приехала к нему домой. Он сказал, вот эту вот комнату не открывай. И я в какой-то момент просто там даже, наверное, не то, что я там очень хотела узнать. Я просто раз открываю, а там коляска. Я говорю, очень хорошо. Я говорю, что это такое? И оказалось что? Оказалось то, что он сказал, что моя жена, она в роддоме, беременная. Вы развернулись и ушли или остались? Нет, я осталась. Я общалась с ним еще какое-то время. А как можно было? Жена в роддоме рожает. Почему не убежали? А вы на этой кровати? Ну, не то, что я там на этой кровати, да, но... Ну, хорошо, вы сказали, только не на этой кровати. Да, ну, смешно. Ну, и в итоге, в итоге, я какое-то время еще с ним общалась, но это больше было как-то в компаниях, то есть мы там встречались, там его друзья были, вот, и все так в итоге сошло на нет. Мне кажется, эта девушка ему понравилась. Вот мне кажется, то, что он ее выберет. А вам вот домработница нужна? Ну, это... Это вы что, белоручка, что ли? Нет. Или так упахались в детстве, что уже... Нет, нет, я... У меня не то, что это позиция, что обязательно должна быть домработница. Если она будет, если это дом, да, если это будет какая-то помощь, то это было бы неплохо, скажем так. То есть вы об этом мечтаете? Да. А вот у нас дом, большой дом, готовы переехать, взять ответственность? Климат, при меня вообще, на самом деле, ситуация такая, что у меня мама родом была из Железноводска. Все рядом. Да, бабушка живет в Железноводске, сама родом из Анапы, папа живет в Краснодаре. Ну, как вам, вы уже и дом получаете готовый просто-напросто, тут мы договоримся, накладки не будете. В принципе, все рядом, в общем-то, вся ваша родная стихия. Не надо вот этим московским девочкам, туда не поеду, сюда не поеду. Он улыбнулся, смотри, кстати, наконец-то. Вы тоже же хотите остаться в Кисловодске навсегда, да? То есть у вас планов никаких, да? Он из Сургута уехал в теплые края. Я вообще планирую путешествовать, сейчас жду, чтобы дочка подросла. То есть в мечтах посетить все красивейшие места России, потом за границу. Ну, очень удобное место. Есть какие перспективы? Тепло, хорошо. Для кого-то это, да, перспективы. Наверное, все равно хотелось бы как-то вот... Ну, да, путешествие это да, это, конечно, хотелось бы, да. И, наверное, в дальнейшем все равно в старости мы проведем время, я думаю, где-то уже... Ну, вот городская жизнь, она для молодых... А старость для вас это от скольки лет? Нет, для меня старости нет. Хорошо, у вас остался один бонус, скелет в шкафу. Хотите его узнать? Да, и раз есть возможность, почему бы нет? Что это, что это? Это я училась танцевать пул-дэнсу, то есть я стрип-ластика, вот я... Чуть-чуть, но это не вы. Нет, нет. Чуть-чуть танцевать учились? Это пул-дэнсу. Ну, да, но это на шесте, это вот такое танце. И что же в этом плохого? Абсолютно ничего. Это просто танец. А вы это зарабатывали? Чего? Вы зарабатывали? Нет, нет. А нам это правда не страшно, даже очень хорошо. Я знаю, что вы еще приготовили сюрприз. Да. Покажите. Вам жених нужен? Можем. Проходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Сразу на два? Да. Я хотела бы провести, так как я увлекаюсь эзотерикой и психологией, я хотела бы провести спиритический сеанс. То есть это ничего страшного. То есть можно вашу руку пробовать? Я чувствую, что у вас будут проблемы всякого рода, да, какие-то невзгоды. У вас это все проходит. Все наладится. И все... Сейчас, может быть, еще что-то есть рядом? Ну, познакомьтесь с девушкой. Она брюнетка. У нее выразительные глаза. Я смотрю рядом, что с вами еще есть какие-то девушки. И даже не две. Но вам нужно обратить внимание на эту девушку. Вы поймете. Она более легкая.